Ребят, привет! Ну что, вы видели? Вчера мои друзья-блогеры, 4 человека, зашли в прямой эфир и разыграли для вас кругленькую сумму. И уже 4 счастливчика получили эти деньги на карточку. Но это еще не все. Сегодня будет еще 4 побед. Сегодня мы для вас подготовили очень простую и интересную игру. У меня в сторисе и у моих друзей будут разбросаны деньги. Вам нужно посчитать получившуюся сумму, не сколько купюр, а именно полную сумму, и вписать в это окошко правильный ответ. И, конечно же, не забудьте про наши главные условия. Вы должны быть подписаны на всех моих друзей. Там всего 14 человек в верхнем правом окошке. И обязательно каждому моему другу вы должны поставить на последние 3 публикации по лайку. И мне тоже. Заехала на старую квартиру, забрала Николькину библиотеку. Мы читаем Марк Твен, Белый клык. Половину книг, на самом деле, мы уже прочли, но я очень люблю эту коллекцию книг, и поэтому мы будем все перечитывать. А я молодец, я сделала себе пропуск, и мы можем сегодня спокойно перемещаться. Сейчас Тёма зарегистрирует себе новую почту, и сделаем ему тоже пропуск. Теперь я могу всех научить делать пропуска. Наконец-то нам привезли наши стулья из Италии. Как они сделали доставку до сих пор непонятно, когда карантин, ничего не работает. А мы жили без стульев, а сейчас у нас теперь полный наборчик мебели. Здравствуйте. Девчонки, кстати, я хотела поднять для вас, очень для нас, для вас, для нас, для всех, очень актуальную тему. В общем, я тут недавно узнала о том, что всех теперь, кто работает удаленно дома, их доля вырастает в 3-5 раз через 3 года примерно. Вы об этом знали? Это значит то, что, во-первых, есть спрос на специалистов, и, второе, это самое время начинать. Наверняка из вас есть те люди, которые просто мечтают свалить с офиса и работать дома удаленно. Тем более вы заметили, что Инстаграм стал огромной бизнес-площадкой, где каждый день растет спрос на кадры. Я хочу вас сейчас познакомить со своей знакомой Ольгой. Не хотите открывать бизнес в Инстаграме? Да, это тяжело, да, это требует опыта, требует вложений. Но есть сейчас такая профессия, как контент-прокетолог. Кто не в теме, я рассказываю. Это человек, который создает продающий контент-план для чужого бизнеса. Это сейчас самая востребованная профессия, и Оля как раз-таки обучает этому удаленно. У меня, короче, есть подружка-блогер, и она к себе недавно взяла на работу ученицу Оли. И я вам могу сказать точно, что такие специалисты в Инстаграме нужны абсолютно всем. В свои пути вверх переходите на бесплатный вебинар Ольги. Поэтому мой вам совет, ребят, хватит впустую тратить время, просто так сидеть, листать Инстаграм. Скорее регистрируйтесь, оставила вам ссылочку. Регистрируйтесь на вебинар, проходите, обучайтесь, зарабатывайте деньги вместе с блогерами. На главный сайт МОЗ.РУ вбиваем поиски цифровой пропуск, кликаем по ссылочке. Кликаем далее, получить цифровой пропуск. Итак, здесь мы пишем цель передвижения. Здесь мы заполняем фамилии, имя, отчество, мобильный телефон, электронная почта. Далее, тип документа мы выбираем, паспорт, либо загранпаспорт, либо свидетельство о рождении. Дальше, вид транспорта, на котором вы собираетесь передвигаться. Маршрут передвижения, срок действия, то есть сегодняшнее число. И нажимаем получить. Вообще не понимаю прикола этой собаки. Она, чтобы меня разбудить, знаете, что делает? Просто сидит, начинает пыхтеть. Притворяться, что она задыхается, что ей плохо и так далее. Как только на нее обращаешь внимание, все. Но Эмми сразу выздоравливает. Сразу улыбочка, да, получается? Улыбнись. Улыбнись. Ты давай улыбаешься. Давай улыбнись. Давай, давай, моя зойка. Вот так. Улыбочка, улыбочка. Да, да, да. Молодец. Ребят, вот этот конкурс, который мы запустили, он буквально на пару дней. И мы действительно дарим деньги из своего кармана. Мы все скинулись по 20 тысяч рублей. У нас получилась сумма около 300 тысяч рублей. И поэтому мы решили вам ее разыграть. В чем прикол? Прикол, говорю сейчас от себя, а это не реклама, ничего. Я хочу выразить огромное спасибо Оле Берек за то, что она позвала меня в этот конкурс. Я познакомилась и подписалась на таких классных ребят. Вот честно, Оля, спасибо тебе большое. Зови меня всегда на такие конкурсы. Мне очень нравится. Я подсела на все страницы, на всех 14 человек, на которых я подписалась. Они просто нереально позитивные. Все семейные, все классные. Вот это действительно профиль, который заслуживает уважения. Прям вот я нашла, мне кажется, себя в этих страницах. Поэтому спасибо тебе, Оля. Смотрите, как прикольно работают магазины с цветами. Короче, ты подходишь такой, тебе никто дверь не открывает. Тут у них есть номер ватсапа. Ты им пишешь сейчас на ватсап, они тебе онлайн фоткают все букеты, которые у них есть. Ты выбираешь. И они тебе выносят в букет, который ты выбрал по ватсапу. Нормально вообще? Пустите нас. Вон нам несут букет и показывают, смотрите. А, ты уже выбрал? Нам побольше букет. Видите, оплата у них бесконтактная. Да все. Не пущу никого, гуляйте. А давай свой телефон, сейчас может настроим. Все. Вообще кайф. Снимай обручальное языки. С любовным бываю я. Это все любовь для тебя. Какая красота. Вот красота. Очень красиво. У Вани сегодня день рождения. Где наш именинник? Именинник. Не сделали. Я хочу показать именинника всем. Иди сюда. Давайте поздравим Ваню с днем рождения. Соня. Не надо. Я просто обязана этим поделиться. Блины готовила по очень простому рецепту. Увидела его у Кати Жужи. Ну вообще, девчат, просто все элементарно. Очень вкусно. Очень. Ваня что-то заподозрил. Мойте! Загадывай желание. Загадывай желание. Загадывай? Ура! С днем рождения, чуваки!